МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С новостями пятницы вас познакомлю я, Олег Рудаков. В начале выпуска коротко о главном. Вот два раза в день, утром с утра где-то часов в 7-8 я затаплю эту печь. Клубок забот и проблем. На окраине Орла жители двухэтажки до сих пор отапливают свое жилище дровами. Кто взялся решить проблему? Гибель на трассе. Орловчане вспоминают жертв ДТП. Дорожная аварийность заботит и полицейских, и региональных парламентариев. Как изменить трагическую обстановку? У меня устают ноги, вот здесь вот, и руки. Космический турнир. Всероссийские соревнования по бадминтону завершились в областной столице. Ракетки и валаны летали в ТМК «Грин». Кто стал лучшим? Ока Государева. Прокуратура нашей области пополнила ряды новыми сотрудниками. Где состоялась присяга? Генеральный партнер программы «Главные новости» СМП «Банк». Сегодня состоялась встреча губернатора с министром культуры России Ольгой Любимовой. Стороны обсудили промежуточные итоги реализации нацпроекта «Культура» и создания в регионе мемориала Судбищенской битвы. В этом году в рамках нацпроекта ремонтируются три муниципальные детские школы искусств. На это выделено более 60 миллионов рублей. Завершается ремонт трех сельских домов культуры. Общий объем предоставленных средств 15 миллионов рублей. За три года в нашей области открылось шесть модельных библиотек. За прошедшие три года средства, которые направляли к федеральному бюджету в рамках наших региональных проектов при поддержке федерального центра и национального проекта позволили существенно обновить материально-техническую базу, которая широко представлена. У нас в регионе действует на небольшой регион четыре театра, две концертные организации, три парка культуры, 12 музеев. Чем мы гордимся, 385 библиотек. И мы стараемся в сельской местности максимально приложить усилия для того, чтобы сохранить их. Обсуждали стороны и возможность создания музейно-образовательного пространства в регионе. Мы очень рады, что, во-первых, вы так откликнулись на наше новое направление в рамках национального проекта. Это краеведческие музеи. И вот Муценский краеведческий музей, я точно помню, еще один, потом тут два краеведческих музея будет переоборудовано. Орловское отделение Общероссийского народного фронта призывает власти города газифицировать двухэтажный многоквартирный дом. Здание расположилось на улице Лесополоса Андреабуш. Строение еще ни разу не было отремонтировано с момента его возведения в 1962 году. В каких коммунальных условиях пребывают жильцы на протяжении долгих лет, расскажет Валерия Морева. Этот лес – один из более посещаемых мест жителями двухэтажного дома по улице Лесополоса Андреабуш. Каждый день они занимаются рутиной и монотонной работой. А именно собирают дрова, потому что в доме нет газа. Но в руках много не унесешь, потому что большинство жителей – пенсионеры. Ни газа, ни воды. В таких спартанских условиях проживает 20 человек. Причем уже не один десяток лет. Раньше это был ведомственный дом, квартиры которого выдавали сотрудникам Зеленстроя. Но через некоторое время он перешел в собственность Управления капитального строительства. Помощь в решении проблем просили у чиновников мэрии. Просьбы остались без ответа. Меж тем, сарай с дровами – одна из ценностей местных на сегодня. Люди радуются, что он заполнен, ведь без него не перезимовать. На зиму мы готовим три сарайчика дров. Вот один сарайчик, вот мы его вот так, чтобы не сыпали с дрова, вот так вот более-менее укрепили. Вот второй сарайчик. И каждый год так. Дети приезжают, нанимаем. Вот третий под пленкой, потому что дождь, снег и все остальное. И это все мы замдюем устапливаем. Я не знаю, сколько здесь кубов дров, но приходится много заготавливать. Уже на протяжении всей жизни здесь очень тяжело, правда. С каждым днем Людмиле Щербаковой все тяжелее выходить на улицу. Она вынуждена носить дрова на второй этаж в квартиру. Там стоит печь. Вот два раза в день, утром с утра где-то часов 7-8 я затоплю эту печь, приношу дрова. И где-то после четырех закатавливаю дрова, приношу и начинаю топить, чтобы вечер потопить. Многодетной матери, которая живет здесь с 2000 года, приходится не легче. Ее муж несколько лет назад стал инвалидом. На плечах женщины лежит и хозяйство, и семья. В Краснодаре у нас не осталось, потому что установки у него нет. А тут попробуйте, не в поликлинику, не здесь, не в школу. А дети у меня в школу в 35-ю ходят. И вот каждый раз вот так мы мучаемся. Жители дома, несмотря на суровые условия, не унывают. И вместе ремонтируют ветхое строение. Силы, говорят, заканчиваются. Большинство обитателей двухэтажки – пенсионеры. Мы надеемся, что эту программу все-таки нас услышат. И нам газ сюда проведут. В июне этого года жители пошли дальше, обратились к президенту. Позже уже реагоделение ОНФ озаботилось проблемами домовладельцев. Проблемы существуют. К ним не приходили коммунальные службы достаточно долгое время. На их обращение в СНС-станции поступали отрицательные ответы. Не поступало данных о том, когда планируется решение этих вопросов. И люди, понимая, что не добиваются результата, обратились к нам в общероссийский народный фронт. Валерия Морева, Кирилл Иванов, телеканал Первый областной. Более 1200 человек заключили социальные контракты в Орловском регионе по четырем направлениям. Свыше 400 орловчан с помощью государственной программы открыли свое дело. Более 380 нашли работу. Соцконтракт также можно заключить на преодоление трудной жизненной ситуации. О процедуре получения денег по соцконтракту можно узнать в отделах социальной защиты. Именно туда обратились герои нашего следующего сюжета. Наталья Пехтерева подробнее. Это новое место работы Татьяны Буллинг из Покровского района. Его она организовала сама. Татьяна получила 250 тысяч рублей по программе «Социальный контракт» и открыла парикмахерскую в своем доме. Я очень благодарна и государству, и нашей администрации, что они помогают людям. Потому что малый бизнес, ему, мне кажется, тяжеловато. И когда есть такая от государства поддержка, спасибо большое. Конечно, благодарна за это. И надеемся, будем работать, развиваться в этом бизнесе. Ремонт и оформление зала завершено. Мебель изготовлена и установлена. Помогали Татьяне не только семья и друзья. Глава района Андрей Решетников тоже внес свою лепту. Есть у меня хобби – это работа с деревом. Не скажу, что я профессионально работаю, но на уровне любителя. И ребята, которые помогали Татьяне обустроить эту студию, они обратились ко мне с просьбой помочь в изготовлении, в небольшом оформлении этой студии. Ну и я им помог, в том плане, что были сделаны полочки. Это из бука, материал-бук. И мы ей помогли как раз с дизайнерским таким решением, именно из бука. Бук, причем, пришлось даже заказывать нам этот бук, но вот мы ей сделали такие полочки. Плюс вот этот ресепшн. То же самое они заказали, попросили ребятам, Андрея Ивановича, придумать что-нибудь такое для нее. Ну вот пришлось сделать вот такой вот ей ресепшн. Татьяна планирует расширить свой бизнес и взять на работу помощников. Еще хотела вот одну девочку взять, чтобы здесь еще одно рабочее место было. И в дальнейшем хочу развиваться и расширять, чтобы уже был действительно полноценный салон. Орловчанка Анна Рожкова готовится к открытию магазина домашнего текстиля. Арендованная в центре города помещение скоро превратится в торговый зал. Анна собрала документы, составила бизнес-план и получила четверть миллиона рублей от государства. Все сложное оказалось. Собрала документы, подала в судзащиту. Буквально через месяц мне позвонили. Сказали, что все, проект одобрен. И можно будет уже получить финансирование. Я произвела закупку товара с фабрики. Поставка ожидается буквально 2-3 недели. То есть если все пойдет хорошо, если все по срокам уложится, никаких форс-мажоров не будет, через месяц у меня будет открытие. Магазин, но только в интернете, с помощью социального контракта открыл Дмитрий Романченко. Его виртуальная торговая площадка специализируется на свадебном и праздничном декоре. Дмитрий получил 250 тысяч от государства на развитие бизнеса, а также прошел образовательные курсы в торгово-промышленной палате. Была подача документов в конце августа. 15 сентября уже был подписан договор на соцконтракт. И 22 сентября уже были переведены деньги, на мой счет. Приобрели заготовки для свадебного декора, цветы. Ну, все, что касаемо свадеб, все это было приобретено. Гирлянды, то есть все по мелочи. Ну, также большие товары. Это сварочный аппарат, металл для изготовления каркасов. То есть сами изготавливаем каркасы, после чего уже украшаем цветами. Претендовать на участие в программе могут орловчане, у которых среднемесячный доход за три последних месяца ниже прожиточного минимума. А это 10 722 рубля. Помимо открытия своего дела, с помощью соцконтракта можно трудоустроиться, организовать личное подсобное хозяйство или получить финансовую помощь на преодоление трудной жизненной ситуации. Наталья Пехтерева, Алексей Нескин, Максим Алымов, телеканал Первый областный. В это воскресенье в России и во всем мире отмечается День памяти жертв ДТП. Проблема дорожной аварийности довольно остро стоит во всех развитых странах и решается как за счет совершенствования уличной инфраструктуры, так и за счет полицейских функций. Насколько актуальна проблема для нашего региона, не понаслышке знает Иван Суверин. По стране ежегодные жертвы автоаварий сопоставимы с боевыми потерями в локальной войне. На Орловщине эту цифру можно соотнести с последствиями крупной авиакатастрофы. Проблема дорожной аварийности давно вышла за рамки узкой компетенции госавтоинспекции, став всеобщей. Недаром свое последнее заседание комитет облсовета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности провел в управлении ГИБДД. Мы поднимали вопрос, это конечно по пешеходам, по переходам пешеходам, чтобы они были оборудованы соответствующими сигналами, соответствующими знаками всеми. Освещение обязательно должно быть соответственно. Но опять будем поднимать вопрос по освещению. Нерешенные проблемы дорожной безопасности вынесли и на круглый стол, в котором кроме депутатов и общественников принял участие главный автоинспектор области. Сегодня у нас мы имеем 53 погибших, это минус 42% по отношению к прошлому году. То есть снижение очень серьезное, 738 человек ранены, минус 11%. Особенно заметно положительная динамика сказалась на самом трагическом показателе статистики – детской смертности в ДТП. Мы имеем в этом году одного погибшего ребенка, это ребенок-пассажир, который погиб в Покровском районе. В прошлом году было 5 погибших детей. По заведенной традиции в канун дня памяти жертв ДТП в особой аллее у сквера Лескова принято сажать деревья по числу ребятишек, погибших в авариях. В этом году обошлось лишь одним саженцем. Так что участники скорбной акции берутся за лопаты по очереди. Долго и тщательно засыпают корешок молодой липки, словно могильный холмик. 1 сентября этого года мальчик Даниил, в память о котором посажено это деревце, должен был пойти в школу. И наверняка пошел бы, если бы его отец, управляя автомобилем, так не кстати, не вышел бы на встречную полосу. Страшное ДТП случилось в марте на 96-м километре трассы Орел-Тамбов. Водитель Рено Логан вышел на обгон фуры и столкнулся с Фордом Транзит, при этом подставив под удар как раз ту часть салона авто, где находился ребенок. Мальчик погиб мгновенно. Страшные подробности таких аварий, по мысли участников акции, должны отбить у водителей желание лихачить, подвергая опасности свою и чужие жизни. В память о жертвах дорожных трагедий в храме Михаила Архангела служили за упокойный молебен. Иван Суверин, телеканал Первый областной. В субботу, 20 ноября, отметят День работника транспорта. В преддверии профессионального праздника наша съемочная группа встретилась с представителями одного из ключевых видов транспорта – железнодорожниками. О лучших представителях профессии и достигнутых результатах узнала Ирина Титова. Сегодня Московская железная дорога, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков в региональный бюджет, обеспечивает своевременную доставку грузов, производимых на территории Орловской области. Только за 10 месяцев текущего года погрузка превысила 1 миллион тонн, что на 12% превышает показатели до пандемийного 2019 года. Без сомнения, железнодорожный транспорт является одним из ключевых видов транспорта не только в Орловской области, но и в целом в стране. Несмотря на сегодняшние ограничения, железнодорожный транспорт показывает устойчивую работу, хорошую динамику по всем основным показателям своей работы. Специалисты в сфере организации и управления процессом перевозок незаметны для простого обывателя, но от них во многом зависит безопасность движения поездов, своевременность доставки грузов и пассажиров, пункты назначения. Движенец считается базовой специальностью для железной дороги. Яркой представительницей профессии является Галина Шульгина. 32 года своей трудовой биографии Галина Николаевна отдала железной дороге, 13 из которых работает начальником станции Саханская. Станция Саханская играет ключевую роль в развитии Орла и Орловской области. По станции Саханская получаем инертные грузы, это щебень отсев, который в дальнейшем идет на реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Далее по станции Саханская производится выгрузка вагонов наливных, это нефть, газовый конденсат. В границах Орловской области 40 железнодорожных станций, которые обеспечивают погрузку, выгрузку грузов своевременной, то есть работают над увеличением объемов, над безопасностью движения поездов, обслуживанием пассажиров. Работники транспорта своим ежедневным самоотверженным трудом позволяют сокращать расстояние, помогают в реализации крупных инфраструктурных проектов, внося тем самым весомый вклад в развитие экономики. А такие праздники, как День работника транспорта, хорошая возможность сказать им за это спасибо. Ирина Ситова, Андрей Борискин, телеканал «Первая областная». В конгресс-холле ТМК «Грин» проходят всероссийские соревнования по бадминтону. Участвуют в них дети и взрослые, всего числом более четырех сотен. И вот среди тех, у кого в руках ракетки затесался наш человек с микрофоном, передает Сергей Быковский. В туристическом многофункциональном комплексе «Грин» пошел снег белыми хлопьями. Впрочем, этот снег шел не как полагается сверху вниз, а по дуге, будто он класса земля-земля. Все дело в том, что за художественно-снежным белым сравнением вполне определяются спортивные снаряды для бадминтона. И эти осадки в виде валана выпали по случаю традиционных всероссийских соревнований. Соревнования по бадминтону включают три турнира. Первый для детей до 11 лет называется «Орленок», второй именуется «Встающий на крыло». Он проводится среди юношей и девушек до 13-15 лет и среди юниоров до 17-19 лет. И, наконец, запланированы соревнования для взрослых. Они называются «Альтаир Кап». Что приятно, где-то сложен призовой фонд для победителей бадминтонистов, которых здесь ждут не только грамоты. Итак, главный устроитель Федерации бадминтона Орловской области, которая в октябре отметила 4 года, собрала под падающими с потолка валанами 412 человек в сумме. Спортсмены приехали из 18 регионов, включая северную столицу, соседи по ЦФО и даже далекие, Калининградскую область, Приморский край или, например, Новосибирск. Немало спортсменов выставила и Орловщина. Среди них Маша Кружкова, 3 года назад пришедшая в бадминтон, по примеру старшего брата. Она помогла нам разобраться с анатомией этого спорта. Какие мышцы у тебя устают после тренировок и соревнований? У меня устают ноги и руки. А руки где именно? Вот эти вот части болят. Еще бы они не болели. Корт 11 метров на 6, а за одну тренировку на этом пятачке можно набегать много-много километров, постоянно вертясь, наклоняясь, подпрыгивая, делая выпады и нанося удары ракеткой. Насколько лихо это умеют участники соревнований, в Грине будут проверять несколько дней по 24 число включительно. Кстати, участники эти самые влюбленные в бадминтон по всей стране, потому что приехали играть в Орел, несмотря на обычные бюджетные трудности. Конец года у многих регионов уже не осталось финансирования на соревнования, потому что не все могут позволить себе приезжать на соревнования, потому что у нас, в принципе, взнос небольшой, но бюджет был распилен на год. И какие-то соревнования были больше в приоритете у некоторых областей, чем наши соревнования. Но те, кто приезжают, руководствуются принципом побывать в Орле и победить. И нахваливают наших за высокий уровень организации соревнований. С бандбинтоновым пожеланием к зрителю больше приседать и упражнять дельты Сергей Быковский, Дина Волкова, телеканал Первый областной. К 300-летию российской прокуратуры. Сегодня в Орловском военно-историческом музее открылась выставка, посвященная истории ведомства. Это торжественное событие прокуроры использовали также, чтобы принять в свои ряды новых сотрудников. Наш специальный корреспондент Иван Суверин с подробностями. Рабочий стол прокурора времен 40-х годов. Старые документы и наставления – нехитрый канцелярский инвентарь. Работая над выставкой, ее авторы попытались возродить не только вещественную среду, но и дух служителей закона тех лет. Орданы прокуратуры гордятся своей преемственностью. Свою историю нужно знать, чтить и свято приумножать добрые традиции. Представленной экспозицией мы постарались отразить наиболее ключевые моменты работы органов прокуратуры Орловской области. Значимость главного правоохранительного ведомства, говорят прокуроры, трудно переоценить. Законы и их соблюдение – это то, что удерживает страну от сползания в хаос вот уже почти 300 лет. Прокуратура – это один из столпов российской государственности и ключевого звена нашей правоохранительной системы, благодаря которому обеспечивается правоохранительство закона и единство правового пространства на всей территории страны. Не только надзирать за исполнением существующих законов, но и следить за формированием новых в ходе задачи прокуроров. В этом мире депутатам хотел бы вас поблагодарить за конструктивное взаимодействие с областным советом народных депутатов. Сегодня на все законопроекты, которые мы принимаем, мы получаем заключение прокуратуры. Торжество военно-советческого музея стало подходящим случаем привести к присяге новых сотрудников прокуратуры. Лишь после торжественной клятвы молодым прокурорам полагаются первые погоны и служебное удостоверение. Это очень серьезно. Я действительно горжусь своей профессией. Буду прикладывать все усилия для того, чтобы быть достойным сотрудником. По окончании официальной части по выставке проводится первая экскурсия. К становлению прокуратуры приложили руку многие именитые орловчане, в их числе и герой Бородина Алексей Ермолов. В период правления Екатерины II он занимал должность правителя канцелярии, генерал-прокурора графа Самойлова. Уже в январе российская прокуратура вступит в свое четвертое столетие, но многие принципы ведомства, как Ока Государева, останутся прежними. Основав прокуратуру, Петр I создал не только новое ведомство, но и новый подход к закону. Первый генерал-прокурор Павел Ягужинский, бывший подмастерье. Впервые в России верность долгу стала важнее знатности рода. Иван Суверин, Андрей Борисович, телеканал Первый областной. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и заходите на сайт obladin.ru. Главные новости нашего региона и на экспресс-радио Орел на 100 и 4FM. Выпуски по будням каждые полчаса 6 утра до половины 12 вечера. Это все новости на сегодня. В студии был Олег Рудаков. До свидания. Хороших выходных. Что такое семья? Это ответственность. Получите максимум от своих сбережений. Откройте вклад на выгодных условиях для себя и своих близких. Мечтайте, планируйте, сберегайте. Купим акции АО «Орел Текмаш». Телефон 8-915-143-7101. 8-915-143-7101. Орловский кабельный завод в связи с расширением производства приглашает на работу менеджеров по продажам. Телефон 44-24-51. В аптеках «Социалочка» вы деньги тратите, а они возвращаются. Тратите, а они возвращаются. «Социалочка». Вернем половину. В сезон простуд важно защитить себя и свою семью от вирусов. В магазине «Е-Медтехника» есть все для этого. Рециркуляторы, ингаляторы, пульсоксиметры, солевые лампы и не только. «Е-Медтехника». Большой выбор товаров для здоровья всей семьи. Город Орел, улица Горького, 41. Телефон 63-10-13. Счастливы в браке? Сохраните свою семью. Сдайте бесплатно тест на ВИЧ. На первом областном все о прогнозе погоды расскажу вам я, Катерина Ясная. Здравствуйте. Всемирный день ребенка отмечается 20 ноября. В нашей стране праздник 1 июня звучит как День защиты детей. Цель ноябрьского праздника – обратить внимание общественности на законодательные нормы, обеспечивающие благоприятное развитие и становление личности детей во всем мире. Кстати, во Франции детей отдают в детские сады уже в возрасте нескольких месяцев. Для французов это обычная практика. Они спешат вернуться к работе. Бабушки и дедушки в этой стране редко нянчат внуков. Изменится ли погода в Орловской области? Суббота запомнится рекордно низким давлением и сильнейшим ветром. Несладко придется метеозависимым людям. В субботу в Амцинске пасмурно, есть вероятность дождя со снегом. Воздух прогреется до плюс 6, ночью плюс 1 и дождь. Жители Ливи на студии дождь, пасмурно, на термометре плюс 6, ночью плюс 2. Плюс 6 и в Болхове, с утра дождь со снегом и пасмурно, ночью около 1 градуса тепла. В Орле днем плюс 7, дожди и пасмурно, ночью 3 тепла. Ветер западный со скоростью 10 метров в секунду с порывами до 21 метра. Атмосферное давление значительно ниже нормы – 725 миллиметров ртутного столба. Я рассказала о том, что синоптики пророчат на субботу. Оставайтесь с первым областным, с нами теплее. Партнер программы Орловская глазная клиника. В Орловской глазной клинике действует акция на лазерную коррекцию зрения. Диагностика, анализы и операции за 35 тысяч рублей. Обретите четкие линии в яркой жизни. Всем солнечного настроения, несмотря на погоду. До свидания. Лазерная коррекция зрения – это пару шагов навстречу новому миру. Без очков и контактных лиц. Обрети четкие линии в яркой жизни. Орловская глазная клиника. 25 50 75 Субтитры создавал DimaTorzok